Добрый день! Я Иллевич Валентина Николаевна, педагог в дворцотворчестве детей и молодежи в студии конструирования и моделирования «Вдохновение». Я предлагаю вам сегодня сделать такую нужную вещь, как карандашница, куда можно поставить все нужные нам вещи – ножницы, кисточки, карандаши. Это мы будем делать при помощи втулки. Вот бывают такие втулки, если маленькую нужно сделать. Вот у меня есть такая хорошая большая втулка. И вырезанного кружочка из картона. Нам нужно приклеить эту втулочку к кружочку. Для этого берем термопистолет, термоклей, ставим вот такие капельки и приклеиваем. Стараемся приклеить прямо на серединочку. Получилась вот такая заготовочка. Нам нужно сделать вот такие трубочки для того, чтобы декорировать вот эту заготовочку. Мы берем с вами любой журнал рекламный и нужный, либо старые рекламные журналы. Отрезаем вот эту часть. Потом разрезаем вдоль нападок лампы. Вот такие заготовочки нам понадобятся для трубочки, для изготовления трубочек. Берем заготовочку и выбираем красивую сторону. Красивой стороной кладем вниз. Берем клей и ставим такие точки от себя. Вот здесь побольше клея. Этого достаточно. Берем любой карандаш, трубочку. Все, что вам нравится. Примерно под углом 25-30 градусов кладем карандаш, но здесь побольше оставляем, чтобы можно было потом достать. И начинаем закручивать, не отпуская. Так, закручиваем, закручиваем. Все, получилась вот такая красивая трубочка. Для карандашницы нам нужно будет штук 20-25 трубочек. Здесь у меня есть уже готовые трубочки. Вот сейчас мы их с вами будем использовать. Докладываю, чтобы было удобно. Беру заготовочку, трубочку. Вот такие красивые журналы получились, трубочки. Отрезаю вот этот уголочек, чтобы было ровно. И начинаю ровнять. Вот таким образом. Можно нарезать много трубочек сразу, но мерить надо по первой трубочке. Вот у меня здесь получается три трубочки из одной готовочки. Пожалуйста, вот так. Можно каждый раз примерять. Когда вы нарезали достаточное какое-то количество трубочек, берем термопистальт и ставим вот так вот две капельки. Трубочку стараемся ровно, ровненько поставить трубочку. Следующую нужно приклеить так, чтобы они друг к другу приклеивались. И к заготовочке. Так. Вот тут немножко расклеиваю струбочкой и ее подклею. Да, вот я продолжаю делать заготовочки. Так. Они такое имеют свойство отлетать, но это ничего страшного. Меряем по первой, не забываем, потому что она у нас является примерочной. Если мы будем по остальным мерить, по следующим, то они будут уже менять свой размерчик. Да, это достаточно большая заготовочка, поэтому надо побольше трубочек нам нарезать. Это пока оставляем. Это у нас тапа, которую мы меряем. Это можно приклеивать не только термоклеем, но и клеем ПВА. Ну, тоже слишком много не мазать клея, чтобы у нас была аккуратная работа. Иначе все размокнет. Ну, попробую вот так. Так тоже можно, но только надо работать быстро, иначе клея остывает. Те, которые трубочки приклеили, вы немножко их придерживаете, чтобы они отвалились. Когда нарезаны трубочки, очень просто работать. Видите, даже резала, и то немножко. Это не страшно. Я очень люблю работать термопистолетом. Он очень быстро приклеивает, качественно. Ну, еще нам нужен трубочек, конечно же. Он уже красивый. Все приклеиваем таким же образом. Вот у нас готова карандашница. В таких красивых тонах. Подровняем немножко. Это можно сделать. Идеально отрезать практически невозможно. Так. Вот такая красота получается. Дальше нам нужно взять трубочку. Я вот ее немножко уже расплющила. Можно расплющить вот так. Можно расплющить вот таким способом. Но надо, чтобы она еще стала гибкой. Нам нужно будет вот так, вот закрепить ее на карандашнице. Для этого берем термопистолет. Ставим вот такие капельки. Аккуратно термопистолетом работаем аккуратно. Это очень горячо. Так. Заматываем. Закрепляем. Вот получилась вот такая красота. Сверху нам нужно сделать тоже такой же ободочек. Берем трубой. Так. Точно так же. Мне больше нравится расплющить вот таким образом. Это быстро. И еще она становится сразу же гибкой. Делаем сверху ободочек. Тогда эти трубочки лучше держатся будут. Так же точно ставим капельки. Аккуратно работаем. Обжигаемся. И по верхнему краю ровно. Стараемся. Так. Это и красиво, и прочно делает карандашницу. Вот. Приклеили. Вот такая красота. Вот эта часть у нас не очень красивая, да. Чтобы ее сдекорировать, вот как здесь, нам нужно сделать вот такие шайбочки. Вот такие шайбочки. Тоже из бумаги. Из трубочек. Расплющиваем. Так. Расплющиваем. Дальше нам нужно с вами взять карандашик. И начинаем накручивать на карандаш. Так. Поправляем где-то неровненько. Закручиваем, закручиваем. До конца. Можно на столе делать, мне нравится. И потом вот так пальцем поддеваем, вытаскиваем. Получается вот такая шайбочка. Кончик заклеиваем. Так. И вот смотрите. Вот тут у меня таких заготовочек. Четыре. Я вам просто покажу, как это делать. Смотрите. Берем вот здесь капельку ставим. И приклеиваем по нижней части. Вот этой заготовочки. Опять и так. Так. И приклеиваем рядышком. Плотненько. Можно еще друг к другу их приклеить. Но так, в принципе, они уже будут держаться. Таким образом мы декорируем нижнюю часть. И она будет более устойчивой карандашницей. Вот таким образом. Полностью заполняемся. И получается вот так у вас. Вот, пожалуйста, предлагаю вам сделать вот такую красивую карандашницу. Изготовочки не будут до конца делаться. Тут уже готовый есть вариант. Можно посмотреть. И в готовую карандашницу я могу поставить вот все эти вещи, которые у меня тут лежали отдельными кучками. Вот, пожалуйста, организовано рабочее место. Карандашница, кисточки, карандаши тут у меня есть. Ножницы, стержни для клеевого пистолета. Да, предлагаю сделать вам такую карандашницу. Створите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok